дублин это не только пиво гиннес и виски джеймсон в нем каждый найдет для себя что посмотреть средневековные замки сады и парки храмы и музеи любого профиля тут можно встретить кого угодно смотрите на канале дневник эмигранта подборку фильмов о самых интересных достопримечательностях которые необходимо посетить в дублине спонсор сегодняшнего видео икигай креатив айти агентство сфокусировано на достижении целей вашего бизнеса профессиональная разработка продающих сайтов интернет-магазинов мобильных приложений продвижение товаров и услуг онлайн 10 процентов скидка на услуги икигай креатив айти всем подписчикам и зрителям канала дублин столица ирландии и один из самых старейших городов страны имеющий статус города графства и расположены в том месте где река лифия впадает в дублинский залив многовековая история и большое количество достопримечательностей привлекают сюда туристов со всего мира дублин культурный центр страны он подарил миру немало литературных талантов дублин город с насыщенной жизнью где невозможно заскучать нравится мои обозрения как я вам рассказываю о великобритании а также ирландии и других стран достопримечательностей и культура дублина за один день мой канал называется дневник эмигрант на канале дневник эмигранта вы узнаете как протекает жизнь в ирландии путешествие в ирландию поможет ближе познакомиться с достопримечательностями этой страны переезд или эмиграции это нелегкий шаг и этот канал поможет вам ориентироваться в британии ирландии а также во многих странах если вы решились на этот отважный поступок сегодня на канале дневник эмигранта мы опубликуем самые горячие новости ирландии и вы можете быть в курсе событий которые происходят здесь ирландия моими глазами поможет вам сделать свой выбор на канале вы можете познакомиться с культурой страны а ее достопримечательности надолго останутся в ваших сердцах республика ирландия занимает большую часть одноименного острова расположенного близ англии и уэльса дублин столица государства известная как место рождения писателя оскара уайлда и производства гиннест в библиотеке тринити колледжа в дублине хранится кельтская книга 9 века и другие иллюстрированные рукописи и ирландии которую часто называют изумрудным островом из-за пышной растительности расположена множество средневековных замков в том числе кейр но сегодня разговор пойдет о дублине город под названием дублин и его достопримечательности за один день или однажды в ирландии привет еще раз я продолжаю свою трансляцию из дублина байл а так лет это ирландское название дублина и переводится как черная заводь город расположен на месте где река лифи вливается в залив площадь города 115 квадратных километров это самый большой на острове город здесь располагается и самый большой порт на побережье ирландского моря город основан в далеком восемьсот сорок первом году но первое упоминание было еще в сто сороковом так что город очень древний с множеством уникальных достопримечательностей дженни джонсон один из самых уникальных музеев дублина дженни джонсон был кораблем построенным для перевозки грузов через атлантический океан но во время ирландского голода он начал перевозить отчаявшихся пассажиров в америку между 1845 и 1849 годами ирландия страдала от одного из тяжелейших природных бедствий в истории европы картофельный голод ирландии унес миллион жизни заставил более миллиона человек покинуть родину и на четверть уменьшил численность населения острова дженни джонсон называет кораблем гробом однако за 16 трансатлантических переходов никто не погиб и на борту даже родился мальчик дженни джонсон перевез в общей сложности 2500 пассажиров небольшой бортовый музей рассказывает о мучительном положении типичного путешествия которое обычно занимало около 47 дней экскурсия на корабле длится около 50 минут и знающий гид расскажет вам истории людей которым пришлось бежать из ирландии во время голода ну чё погнали дальше всего в нескольких шагах от парусника дженни джонсон стоят скульптуры жителей ирландии которые пытались покинуть свою страну во время великого голода мемориал голода был создан руэном гелеспи и представлен в 1997 году комплекс состоит из фигур истощенных мужчин и женщин идущих по берегу реки с различными выражениями на лицах грусть отчаяние и решимость чтобы по-настоящему осветить ситуацию бронзовые скульптуры также включает себя голодающий собаку идущую позади людей она даже говорит был звук только что монумент является одним из самых фотографируемых публичных произведений искусства во всей ирландии ирландия является меккой для памятников исторических мест и публичных скульптур но немногие столь же мрачны и значимы как мемориал голодомора на берегу реки лифи в дублине монумент расположен неподалеку от моста шона о кейсе на таможенной набережной в дублине дублинский порт это морской порт имеющий как историческое так и современное экономическое значение примерно две трети портового трафика ирландии проходит через порт дублина который на сегодняшний день является самым загруженным на острове дублинский порт расположен в центре города всего в нескольких минутах езды на машине от центра дублина автобусы и такси регулярно курсируют из порта в город основным видом деятельности порта является перевалка грузов с ежедневным посещением широкого спектра судов от крупных контейнеровозов до небольших дизельных лифтеров пассажирские паромы регулярно курсируют через ирландское море уэльс в англию а в летние месяцы и на рождество в дуглас и остров мэн также услуги предоставляются в шербо франция самый большой автомобильный паром в мире ирландский паромный корабль мви алис с который может перевозить до 2000 пассажиров курсирует по маршруту холлихэт а вот суда другой компании си лдн отправляется в роттердам шесть раз в неделю это новейшие супер паром и в европе мви селин и мви дельфин также они являются самыми большими в мире с 8 километровым рейдовым пространством на борту грузовики на борт не берут только трейлеры если идти по северному берегу реки лифи в направлении дублинского порта то между мостами бат бридж и тэлбот мемориал бридж на набережной иден а можно увидеть здание таможни ирландии строительство здания выполненного в стиле классицизм велось с 1781 по 1791 год и обошлось казне в рекордные для того времени 200 тысяч фунтов при подготовке проекта было много споров о неудачном выборе места для строительства так как подход груженных судов из-за глубин на реке к таможенной набережной был затруднен что собственно со временем и произошло порт перенесли вниз по течению лифи таможня переехала в другое место а здание стало использоваться местным самоуправлением в 1921 году во время войны за независимость здание было полностью сожжено рухнул купол сгорели внутренние интерьеры и многие исторические документы лишь после того как был подписан англо-ирландский договор здание было восстановлено правительством ирландского свободного государства сегодня глядя на здание таможни мы видим реконструкцию в которой использовали другие строительные материалы которые отличаются пусть и незначительно от первоначально используемых большинство зданий и улицы пишутся на ирландском на речи то есть у них там свой алфавит и свой язык на английском не всегда встречается сверху ирландский а снизу английский берите с собой карту когда вы путешествуете по дублину гораздо упрощает путешествие если кто-то собирается в дублин может себе сделать скриншот дублинские уличные музыканты стали одной большой достопримечательностью города каждый день на графтон стрит а также в других районах центрального дублина можно встретить а музыкальных исполнителей которые демонстрируют публике свои таланты и музыкальные пристрастия уличные музыканты с графтон стрит стали одной большой достопримечательностью города поддерживая ажиотаж жизнь улицы они уже много лет продолжают радовать покупателей местных жителей и туристов будь дождь солнце или даже гром ни одна улица в дублине никогда не пустует уличные музыканты вооруженные различными инструментами от гитары и скрипки до ложек выстраиваются вдоль тротуаров мечтая стать следующей большой звездой на графтон стрит побывали а многие из самых известных ирландских музыкантов на пути к славе и теперь это место паломничество для начинающих художников желающих отточить свое мастерство на этом пожалуй все друзья напишите в комментариях а было ли полезно для вас наше видео узнали ли вы что-то новое для себя не стесняйтесь задавайте вопросы обязательно отвечу всем в комментариях и в в в в в в в в Продолжение следует...